Всем привет, это Едим ТВ. Пока Василий в отпуске, всю коктейльную рубрику занял я, за кадром мне помогает Евграф и прямо сейчас три коктейля с бренди. Мы выбрали специально три абсолютно разных типа бренди. У нас будет настоящий французский коньяк, классный хересный бренди, новый бренди из Армении и, соответственно, мы приготовим три супер разных коктейля с этими тремя бренди. И начнем мы с коктейля, который уже готовили на канале Едим ТВ. Посмотреть мы здесь или здесь. Это Созирак. Про Созирак очень грамотно уже рассказал Василий. Собственно, мне практически ничего не осталось. Действительно, был такой товарищ, который изобрел свой биттер Пишо. Поскольку он был французом, он смешивал его с коньяком, который как раз таки назывался Созирак. Позже в Новом Орлеане открыли, собственно, заведение, которое тоже называлось Созирак, где его стали готовить как раз таки как коктейль, ну можно сказать как олд-фэшн. Эта компания стала возить сами для себя алкоголь и после чего переросли в одну из крупнейших вообще алкогольных компаний вот сейчас в США. Они одни из крупнейших производителей бурбона, американского, канадского виски и так далее. Соответственно, мы приготовим немножко другую версию, не ту, которую готовил Василий. Дело в том, что на разных стадиях жизни этого коктейля коктейль готовился то с коньяком, я об этом уже сказал, то с американским виски, причем надо еще разобраться с ржаным или с бурбоном. Скорее всего, с тем, который был. И также в какой-то момент появилась версия от короля коктейля американского бартендера Дейла Дегрофа, где он, собственно, поженил американский виски-бурбон с коньяком. Мы сегодня будем готовить версию с ржаным виски и с коньяком. Начинаем с того, что пропитываем биттером пешо кусочек сахара, превращаем его в фарш. Это же прямо олд-фэшн. Так формула коктейля это и есть биттер, шугар, спирит, уотер. Что созерак, что олд-фэшн, они попадают, собственно, практически идеально в эту формулу. Единственная разница, которую я заметил, все-таки даже созерак, когда готовят на американском виски, как правило, чаще всего его продают без льда, в то время как олд-фэшн, наоборот, подают практически всегда со льдом. Порция коньяка. Мы используем сегодня Мяуков VS. Кстати, интересный факт, коньячный дом Мяуков был основан на деньги Российской империи. То есть это был такой русский коньячный дом. То есть они должны нам дарить теперь эти бутылки? Кстати, да, требую контрибуций. В качестве ржаного виски будем использовать хорошо знакомый нам Дарби Рай. Его мы возьмем немножко. То есть коньяка мы взяли 40, ржаного виски мы возьмем где-то 30. Здесь нужно уточнить, что это довольно-таки мягкий ржаной виски. Крепость в нем 45. И здесь высокое содержание ржи. Рожи. Добавим лед. Собственно, стируем. Бокал у нас уже охлаждается. Как правило, когда охлаждают бокал для созерак, туда добавляют абсент, а потом выливают абсент вместе с талой водой и со льдом. Ну, это, мне кажется, какое-то страшное расточительство. Перевод абсента. Ну, кстати, даже так остается аромат. Вы же бы тогда делали. Я даже думал, что это, типа, вообще бессмысленно, но аромат остается вполне конкретный. Не, ну созерак без абсента – это как-то некошерно. Кстати, я на самом деле сам предпочитаю созерак так, как его Вася готовил. То есть 100% на коньяке. Причем я еще выбираю, с каким я коньяком сегодня хочу созерак. И это, черт подери, роскошно. Абсента мы просто сбрызнем бокал. Че его, зря транжирить. И переливаем. И еще одно отличие созерак от олд-фешна в том, что, как правило, все-таки созерак гарнируется цедрой лимона. Олд-фешн чаще цедра апельсина. Итак, роскошный созерак с коньяком мяуков и с ржаным американским виски готов. Евграф. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, до меня запах абсента, который ты пшикнул, дошел еще, когда я сидел там за кадром. В этом есть смысл. Такое ощущение, что он ядренее, чем обычный созерак. Это еще при том, что у нас очень такой мягкий и сухой ржаной виски. Если подобрать какую-нибудь более сухую, более сухую, более сложную виски, можно добиться вот все-таки более брутального вкуса. Тут вопрос, кому что больше нравится. Я уже сказал, мне больше нравится 100% на коньяке, но такая версия уже была. Сегодня сделаем на смеси американского виски с коньяком. Не, ну, кстати, это неплохо. Я, учитывая, что я не такой фанат крепких коктейлей в принципе, могу сказать, что неплохо. Созерак — это неплохо. Это неплохо. Ну, я имею в виду эту версию созерака. Тот созерак... Ты, кстати, помнишь тот, да? То есть какой больше нравится? Ну, я помню, что он был мягче. Так сложно сказать, какой больше нравится, потому что это был тоже год назад. Это еще от коньяка зависит. Да, коньяк тоже может быть зависит. Коньяк. Вообще вот этих простых коктейлях классических, там все зависит, естественно, от алкоголя. Ну, они в основном состоят из алкоголя. Да, логично. Да. Это хорошо. Но если я буду слишком много его пить, то мы не дойдем до третьего коктейля сегодня, а, возможно, даже до второго. А еще, возможно, мы станем алкоголиками. Идем дальше? Да. Классно. Интересно, необычно. С коньяком лучше. Идем дальше. На юге Франции существовала такая традиция, как разбавлять коньяк содовой водой. Да, и, соответственно, это называлось подачей финалё. Возможно, от этого произошла скотчин сода. Здесь я должен только отметить, что в те времена содовая, это было вот не нейтральная просто газировка. Дело в том, что многие газировали содовую с помощью щелочи, которую потом гасили винной кислотой. То есть она уже была немножко кисленькая и, соответственно, содержал какой-то вкус. В том числе и появились такие интересные коктейли, как Хорс и Снэк. Хорс и Снэк уже тоже готовили на Едим ТВ. Вообще-то очень сложно найти коктейль, который еще не готовили на Едим ТВ. Но мы сегодня сделаем другую… У нас сегодня выпуск антологии. Да, но мы сегодня сделаем просто все по-другому. Во-первых, мы будем использовать совершенно свежий бренд Айвазовский, которого не было у вас, когда вы снимали Хорс и Снэк. Это, соответственно, армянский коньяк, который производится из местных сортов. Кангун, воскиат, ракоцителия, кто-то еще. Вы готовили с джинджер эль, но во многих рецептах фигурирует джинджер бир. Разница, на самом деле, огромная. А вот расскажи, в чем разница? Слушай, ну джинджера – это больше такая газировочка слегка, слегка имбирная, то есть больше напоминает какой-то наш Буратино, наверное. А вот джинджер бир штука довольно-таки ядреная, то есть там у них исторически разные корни, то есть они в разных странах готовились и по разным рецептам, в том числе джинджер бир долгое время, насколько я знаю, был все-таки продуктом ферментации. То есть там нужно было именно его подвергать брожению для того, чтобы получить джинджер бир. Что еще? Вы не добавили сок лимона. В некоторых источниках фигурирует сок лимона, буквально 10-15 миллилитров, просто для того, чтобы сгладить сладость от имбирного лимонада. И, собственно, пара капель битера. Как вы правильно заметили, это такой освежающий, в общем-то, можно сказать, что летний хай был практически. Но я бы еще заметил, что, скорее всего, от этого коктейля произошли Муску Мул, Сафаринг Бастард, Эль Диабло и так далее. Все, из которых мы уже готовили. Черт, вы едите, вы уже все приготовили. Вот, украшается все так же, как правильно говорил Василий, длинный-длинный-длинный такой цедра, которая, в общем-то, и должна вас натолкнуть на мысль о лошадиной шее. Это традиционное украшение для этого коктейля. Лись давай. Еще крутость этого коктейля, вот именно этой версии твоей, в том, что это же недорогой коньяк, да? В бренде, точнее. Слушай, да, я специально взял именно Явязовский, потому что у многих, не у всех, у многих армянских коньяков, у них вот есть такая вот, знаешь, фруктовость. Вот здесь очень много ванили и абрикоса, и мне кажется, как раз для такого вот освежающего легкого коктейля он просто подходит больше именно за счет своей фруктовости. Итак, классический коктейль Хорса Снэк готов, осталось теперь выяснить, какая же версия лучше, с джинджерель или с джинджербир. Ну, на самом деле, вот то, что ты сказал про джинджерель и бир, я не согласен с твоей классификацией. По мне, это все исключительно в названиях. Бывает и джинджербир, вполне себе лимонадный, бывает и джинджерель ядреный. У Лизы Евдокимовой была очень классная статья на Миксологист по этому поводу. Я просто сейчас, честно говоря, не помню. На испанском языке причем, скорее всего. Коктейль добрый, хороший, и мне он нравится, и тот нравился, и этот нравится. Дай-ка, попробуй джинджербир. Да. Единственное, тут есть некоторое несоответствие. Там у нас коньяк айвазовский. Так. Бар из дэс. Имбирный эль или пиво, это голдберг, то есть шалом, я бы сказал скорее. В данном случае немецкий, но допустим. Ну, хорошо, не шалом, а там этот, гутентаг. Есть некоторые несоответствия. Ну, вкусные или нет? Я попробую. Нормально? Ну да, это ядреный. Ну, то есть, это подходит под твое определение, что джинджербир более имбирный, чем эль. Слушай, голдберг на самом деле неплохо, достаточно недорогой и в меру ядреный, потому что у нас был еще один арноно итальянский. Вот там вообще мне дико нравился, но когда я людям готовил коктейли с ним, они говорили, ааа, пить невозможно. Я вообще не любитель коньяка и бренди, как известно, наверное, давнишним подписчиком, но это как хайбол. По сути, не так уж важно, какой алкоголь. Ну, он дает свой некий вкус, но ты можешь его как-то модифицировать под свои вкусы. Вот это в этом случае вообще-то замечательно. Я, честно говоря, айвазовский, я не пробовал коньяк, ничего не могу сказать, или бренди. И не буду сейчас с этого делать, а то нам еще снимать. На самом деле в процессе подготовки я увидел рецепты Хорсес Нэк с американским виски, опять с бурбоном и с ржаным. Скорее всего, истории, скорее всего, точно такие же, да, то есть пропал коньяк во время филоксеры, что делать, давайте сделаем с виски. Что, приступим к следующему? Нет, останемся на этом. Третий коктейль я жду, спасибо, а этот заберу с собой. И я все-таки откопал один коктейль, который еще не готовили на канале Едим ТВ, это кофе-коктейл. Кофе-коктейл довольно-таки старый коктейль, если меня не изменяет память, он выходил на самом первом коктейльном справочнике. Состоит в оригинале из бренди, портвейна, сахара и целого яйца. Так вот получилось, что яйца в коктейль стали добавлять еще до того, как стали добавлять ягоды, фрукты, лимонные, апельсиновые и любые другие соки. И этот рецепт весь перелопатил и переделал, в свое время готовясь к коктейльному конкурсу. И готов представить вам уже, не знаю, пятую или шестую инкарнацию этого коктейля. Ну, во-первых, в этом коктейле бренди берется в два раза меньше, чем портвейна. Я возьму здесь наоборот, у меня будет в два раза больше бренди. Бренди мы используем хересный, собственно, Собирану, он уже как-то был, собственно, на канале. Вместо портвейна мы будем использовать херес. Ну, в принципе, лично хересный бренди с хересом как-то близко. Используем Педро Хименес, очень сладкий. Херес здесь 380 грамм сахара на литр. Уточню на всякий случай, что сахар это натуральный виноградный. С утра должно быть от него не так плохо, как от другого сахара. Но это не точно. Чтобы нам все-таки было плохо с утра, добавим сахар. Потому что в оригинальном рецепте он был. Но мы используем жженный сахар. Да, кстати, довольно-таки забавно, что в коктейле с названием Coffee Cocktail никаким образом не используется кофе. Не совсем понятно, почему такой курьез. Но распространенная версия говорит о том, что правильно приготовленный этот коктейль напоминает кофе. Вместо коньяка используем хересный бренди. Вместо портвейна используем херес. Вместо сахара используем жженный сахар. Вместо целого яйца используем только желток. Целое яйцо как-то очень много сильно разбавит наш коктейль. Таким образом, он очень похож на флипы. В частности, там на портофлип. И этот коктейль надо хорошенько взбить. Любые коктейли, которые вы готовите с яйцом, абсолютно не лишние профильтровать дополнительно. Потому что яйцо сворачивается. И образует не самые приятные такие комочки. Это из алкоголя, да? От контакта с алкоголем, да, в основном. И это сильно удлиняет процесс фильтрации. Как там пока что? Похож на кофе или не очень? Похож. На эспрессо уже похож. Крема. Какие крема? Ну и добавим сюда, что первый коктейль у нас был довольно-таки крепкий. Второй коктейль был достаточно легкий, скорее для жарки погоды. А это такой практически стопроцентный десерт. Итак, моя версия кофе-коктейля готова. Не надо зернышками украшать. Не надо, потому что иначе перепутают с эспрессо-мартини на раздаче, понимаешь? И отнесут разные коктейли не тем людям, и в общем-то будет проблема. Осталось позвать Евграфа. Евграф позван. Я со своим. Ничего? В нашем баре можно. Со своим, пожалуйста. Пробочный сбор, все дела. Ну, похоже что-то на кофе. Чисто внешне такое, мокко. Внешне понятно, но даже в запахе что-то есть. Наверное, это жженый сахар добавляет. Все верно. Я именно поэтому стал использовать не просто сахар, а жженый сахар. Ну, по двум причинам. Во-первых, у нас такая заготовка была в баре, где я тогда работал. А во-вторых, она как раз дает цвет и вот эту горчинку. Легкую, элегантную горчинку, которую может дать кофе. Здесь, в данном случае, дает жженый сахар. Я тебе хочу сказать что-то довольно-таки ахрененно. Это вкусный коктейль. Какой-то кофе с сахаром, типа, вот такое ощущение. Ну, я тебе расскажу короткую историю. То есть, коктейльный конкурс, на который я его подавал, предполагал, что я должен приготовить 4 коктейля из 4 разных эпох. И первая эпоха была именно классическая. Классические коктейли, это, как правило, никакого лимона, никаких ягод, никаких фруктов. Это вот алкоголь плюс алкоголь плюс алкоголь. Максимум, что можно взять еще, это, может быть, яйцо. Гарниры тоже максимально простые. Или там вишня, оливка, я не знаю, что-нибудь вот такое. Еще очень важный момент. В классическую эпоху коктейля по вондричу стал модным трехсоставной шейкер. Вот коблер шейкер. Это была модная штука. Все участники, кроме меня, все коктейли стировали. Считается, что это больше классика. Но поскольку тогда был моден трехсоставной шейкер, я свой решил взбивать. И объяснил это именно так. Именно этот коктейль выделили, кстати, судьи, похвалили, он им понравился. Так что могу сказать, что это один из тех коктейлей, который принес мне победу. Так что могу сказать, что Евграф-то все-таки не такой лошок. Коктейль кое-что понимает. Или коктейль что-то попадает вот куда-то в целевую аудиторию. Расскажи мне, как ты делал этот гжонный сахар-сироп? Все очень просто. Берешь сахар. И жжешь. И жжешь. Есть дома казан? Казан, баран и дастархан. Казан хорошо подходит. В казан кидаешь, он начинает прям аж гореть. Карамель делаешь, короче. Ну, нет, карамель, это когда она карамель, когда она такая янтарная. А здесь ты его прям пережигаешь напрочь. А, то есть после карамели еще дополнительный. Да, и важный момент, ты его гасишь не водой, взрыв будет. Слишком большая разница температуры в плавлении сахара и, собственно, закипании воды. А речь с сиропом. То есть два к одному делаешь сироп. И, соответственно, вот эту жженую карамель вливаешь в сироп. Потом очень долго отмываешь кастрюлю. Потому что, чтобы приготовить такую порцию, которой, в принципе, хватит надолго, нужно угробить практически кастрюлю. А так, в принципе, это несложно. Просто из сахара можно сделать много разных интересных вещей. Таких, как колиосухурум, например. Сахар с маслами из цитрусовых. Или, например, сделать жженый сахар, который, как ни странно, примерно такой же горький, как и сладкий. Здоровские коктейли. Вообще все три сегодня прекрасные коктейли, кроме первого. Созерак тебе не понравился? Ну, нет, Созерак, он и есть Созерак. Но я имею в виду, что эта версия мне понравилась меньше, чем Васильевская. Ну, как Васильевская, классическая. Василья Островская. Василья Островский, да. Хорсу-снэк мы все знаем и любим. И так, кофейный вот этот коктейль. Мало того, что я его не пробовал, я даже не слышал о нем никогда, как ни странно. Первый справочник Джерри Томаса. Мне надо еще просто был маленький. 1868, наверное, год. Меня вообще не было. Ты был маленький, меня не было. Спасибо, Роман. Да, нет, что ли. За такой чудесный вечер. И вам спасибо, что смотрели. Весь алкоголь у нас, кстати, сегодня был с сайта Эльвайн. Если хотите купить со скидкой 35% по промокоду ЕДИМТВ, переходите по ссылке в описании. Если хотите купить барный инвентарь со скидкой 10%, то переходите на сайт василья.кustom-бар.ру и вводите там тоже промокод ЕДИМТВ. Подписывайтесь на наши соцсети, Инстаграм, Телеграм и другие. Даже одноклассники у нас теперь есть. Потому что мы идем в ногу со временем. Стареет. Ставьте колокольчики на Ютьюбе, если вы этого еще не сделали по каким-то непонятным мне причинам. Подписывайтесь на Инстаграм Романа, в котором ни одной фотки. Но если там уже тысяча подписчиков, то фотка обещана мною в Инстаграме Романа. Он пообещал мне придется делать. До новых встреч. Пока. Пейте с умом. Пригубил. Давай еще раз. Это был бред вообще. Он нормально. Ладно, хорошо. И все, у нас есть ТикТок. Нет, ТикТок у нас нет. Мы еще. Как раз ТикТока нет. О, одноклассники, блин. Ну просто, не, на самом деле я объясню. Просто одноклассники, мы раньше, раньше мы подчеркивали, что у нас нет одноклассников. Типа ВКонтакте, Фейсбук. Хотя по мне ВКонтакте и Фейсбук устарели не сильно меньше, чем одноклассники морально. Но это другая история. Но потом я нашел группу ИДИМ-ТВ в Одноклассниках. И там что-то они свое постят. Ну короче, когда ты отпускаешь вожжи, так сказать, инициативу кто-то перехватывает. Зачем? Ну есть же люди, которые в Одноклассниках, которые нас смотрят. Есть такие люди. Может их не очень много. Потому что они уже пожилые. Но они есть. Поэтому я сделал группу «Вот и все». Вы можете не подписываться, я же не заставляю никого. Одноклассники, блядь. Так что весь спрос от тебя, Роман. Нет. Ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...